12.06. Программа «Сгибный разворот» продолжается. В студии Дарьи Табуслиева и Анна Лапшина. Наш гость Александр Чурин, председатель правительства Кировской власти. У нас впереди еще много тем и вопросов. И я напоминаю слушателям, что ваши реплики-вопросы тоже принимаются, но по онлайн-каналам связи WhatsApp, Viber, Telegram. По телефону 8 909 720 101.0. Да, пожалуйста, мы следим. Тут в перерыве мы немножечко скоординировались и поняли, что, конечно, надо попросить обязательно прокомментировать историю с генеральным планом города Кирова, потому что вот эта вот фраза о том, что правительство не согласовало генеральный план, она, конечно, напугала многих. И подробностей хотелось бы все-таки, с чем это связано? Да, действительно, правительство Кировской области не согласовало проект генерального плана развития города Кирова. Это связано с рядом замечаний, которые наше профильное министерство высказали к этому проекту. Это связано и с самой концепцией генерального плана. Во-первых, все-таки город – это столица нашего региона. И нужно, наверное, учитывать и те функции, которые несет вот этот статус за собой. Дальше нам немного непонятно использование таких мест, как парк Дворца Пионеров, Мемориал, парк около Дворца Культуры Железнодорожников. Там применены новые функциональные названия этих зон. Да, но город пояснял тогда, с чем это связано, что вроде бы менялось каким-то образом законодательство. И теперь та территория, которая, условно говоря, прирезана к парку Дворца Пионеров, обозначается назначением Дворца Пионеров. И, соответственно, с ДК Железнодорожников такая же история. Давайте переведем их в парки. Давайте. Давайте переведем в парки. Чтобы уже никто никогда на них не покушался. Да, никто не покушался. Потому что для меня лично Дворец Пионеров Мемориал это достаточно знаковое место. Он был построен в 30-летию Победы. Это память о тех воинах, которые ушли защищать нашу родину и не вернулись домой. И здесь вопрос-то бы стоял в том, чтобы как-то реконструировать это место и сделать его доступным для жителей города. Для того, чтобы там можно было гулять. Вот сейчас нужно благоустроить парковую зону, сделать новые дорожки, освещение. Мы отремонтировали там зону курганов и так далее. Вот возможно там разместить парк военной техники. И мы сейчас с нашим сенатором, представителем Комитета по безопасности и обороне Виктором Николаевичем Бондаревым обсуждаем этот вопрос как раз. То есть правительство готово в этом вопросе поспособствовать? Да, да, да. Мы хотим привлечь Министерство обороны к этому вопросу. Слушайте, парк военной техники – это отличная история в центре Кирова. Там мальчишки будут, наверное, пропадать часами. Да не только мальчишки, мальчишки и девчонки. И это здорово. Это ведь как раз вопрос патриотического воспитания детей. Мы можем все застроить коммерческими вещами, банями, мыльнями и так далее. Но люди должны иметь место для отдыха, для прогулок, для воспитания детей. Да просто, чтобы детишки играли и бегали. Пока не ушли к другим замечаниям. Вот тот момент, что в генплане не учитывается, что Киров – это все же столица региона. А правительству какие бы, что бы именно в этом, вот именно в этом вопросе хотелось бы видеть? Ну, во-первых, нам интересно понять, почему город изменил направление своего развития. Почему сейчас он там развивается в сторону русского, в сторону аэропорта. Аэропорта, в общем, в том направлении. В том направлении. Потому что все-таки у нас есть 30-кимм охранная зона аэропорта. И другого аэропорта нам сейчас не построить. Вот. Всегда мы говорили о развитии города Кирова в сторону Нововятска, Нововятского района. В сторону, наверное, Ганина. В ту сторону. Ну, вот надо посмотреть, что предлагают проектировщики. Дальше. Меня, например, позабавило там строительство третьего моста. И запуск по нему троллейбусов к 2030 году. Товарищи, электробусы ходят уже везде. Мы хотим строить троллейбусные линии к 2030 году. Ну, технологии развиваются. О чем вы говорите? Потом ведь, смотрите. С этим третьим мостом еще, кстати, вопросы тоже были. Потому что с милицейской его собираются. Говорят, что может быть лучше с Корченкиной. Или как-то вот в другом месте его переводить. Это вопрос. В этом и вопрос. И самое-то интересное. Ведь вот тех заданий, например, с нами никто не обсуждал. Но там было другое руководство в городе Кирове. Я думаю, что сейчас все будет по-другому. И мы поправим всю эту ситуацию. Но в том виде, в котором он представлен, на взгляд правительства Кировской области, ну, он, наверное... Сырой? Сырой, да. А какие вопросы? Что там не продумано? А мы все вопросы представили. Ага, ну, то есть они с ними уже будут работать. Все замечания мы геноплану представили. Ну, вот по этому третьему мосту, кстати, на слушаниях задавал мужчина вопрос по поводу того, что третий этот мост строит исключительно для того, чтобы облегчить проезд к, как он это назвал, к Вязкой Рублевке, по-моему. И что смысла в его строительстве нет, потому что там нет людей. Вот это насколько обоснованно? У нас есть Вязкая Рублевка. Ну, имеется в виду, вероятно, там зона Машкачима. Зона Машкачей, Субботиха, вот куда-то туда, да. Ну, если это сравнивать с Рублевкой, это совсем не то, как бы, да. Нет, это я к тому, что если все поправят, третьему мосту все же быть, хотя бы в генплане, или действительно в нем нет смысла? Есть в нем потребности или нет? Нет, мост нам нужен. Естественно, мост нам нужен. Вопрос, где? В том ли месте? В том ли месте? Какие потоки мы хотим разгрузить? То есть у нас ведь, смотрите, построены чистые пруды. Например, да, мы сделали путепровод. Сейчас мы ведем, закончили строительство улиц новых, там, Ивана Попова продлили и так далее. Но у нас стоит улица Ленина. В час пик, все, люди не могут выехать. С Солнечного берега, с района Зонального института и так далее. То есть нам нужен дублер улицы Ленина. Нам, если разгружать, то разгружать именно ту сторону, наверное. Если там ведь идет достаточно активная застройка. То есть после милицейской в сторону Нововятска. В сторону Нововятска, да. Надо смотреть, где это делать. Потом все-таки как-то не оценен вопрос. Мы будем строить уже запланированное строительство тоннеля под Нововятским переездом. Дальше. Это ведь все-таки послужит развитию той стороны. Там что-то сдвинулось, кстати, в этом вопросе? Он уже, в принципе, у нас запланирован. Сейчас идет согласование на федеральном уровне. Мы как раз направили обращение в правительство Российской Федерации. Буквально на днях пришел ответ, что в настоящее время деньги на этот проект запланированы и будут учтены при распределении средств в 2021-2022 годах. То есть это уже деньги, которые федералы пообещали? Да, это уже пообещали. Эта работа уже ведется. Она у нас на контроле. Дальше мы будем строить мост через реку Чепцу у Кирова-Чепецка. Дальше дорогу на трассу Киров-Пермь за Слободским. В районе Лединского мы выйдем там. Поэтому у нас получится восточный обход города Кирова. И вот как раз вот здесь надо все это смотреть и рассматривать развитие города, использовать те территории, которые будут в транспортной доступности. Еще какие-то критические замечания по генплану были у правительства? Там был ряд и специфических замечаний к самому проекту и так далее. Я думаю, можно наш ответ посмотреть на сайте и уже понять, какие претензии у нас есть к генплану. Что там у нас дальше? К вопросу о дорогах. Я не могу просто про это не спросить. Это больной вопрос. Он в нашей студии поднимался уже. И люди, которые приходят сюда на эфирах, они вот все просто эмоциями пышут. Это история с раскопками. Ну, история, понятно, с перекрытием улиц. Не с археологическими раскопками. Не с археологическими, нет. К сожалению, нет. Мне кажется, я за последнюю неделю достала уже Аню. Ты решила это уточнить. Потом эта история с улицей Щерса, когда совершенно не предупредив никого, внезапно создали там такой коллаб. Слушайте, по Щерсам, мне кажется, я вообще не помню такого, чтобы одну из центральных улиц полностью перекрыли. Это не просто одна из центральных улиц, это еще и дорога в аэропорт, между прочим. То есть, это история с критичными опозданиями, когда люди там не могут улететь. Ну, и с населенными пунктами, с дачами, с людьми, которые ездят туда к родным своим в конце. Мы на прошлой неделе вызвали КТК, вызвали руководство Т-плюс, для того, чтобы они дали свои пояснения по сложившейся ситуации. И какие меры они должны предпринять, чтобы в скорейшем времени завершить те земляные работы, которые ведут к ограничению дорожного движения в городе Кирове. Были заданы конкретные вопросы. Почему не ведутся круглосуточные работы? Кто мешает? Почему вот именно сейчас весь город перекопан и работы не завершаются? Уже есть просроченные ордера на выполнение этих работ. Есть работы, которые вообще не согласовывались с городской администрацией. То есть, раскопки были начаты и никого не поставили в известность. Почему вы не продумываете места объезда различных мест, ну, вот этих раскопок, да? Вот эта же ситуация с улицы Щерса. Если бы заранее вы предупредили, заранее были перенесены автобусные маршруты, нарисован маршрут объезда, ведь проблемы не было бы. Сейчас ситуация уже разрядилась. Да, есть пробки. Все знают уже, что туда лучше не ехать. Да, ну, уже все знают, куда ехать и так далее. Сейчас такая же ситуация может сложиться на улице Казанской. Ее тоже полностью перекрывают. Ее тоже перекрывают. И перекрывают вот в начале, в середине августа месяца. Только что в прошлом году. А в сентябре у нас уже дожди начнутся. Ну, дожди начнутся, да. И шансы восстановить дорожное покрытие, они уменьшаются. Притом, эту дорогу КТК перекапывало год назад. Почему нельзя было сразу сделать весь маршрут, чтобы 10 раз не восстанавливать это дорожное покрытие? У нас большие претензии к подрядчикам, которые восстанавливают асфальтобетонное покрытие на дороге. Мы уже требуем у КТК, у Т-плюс, чтобы дороги восстанавливали те подрядчики, которые производили ремонт этих улиц в рамках БКД в том числе. Для того, чтобы это было качественное покрытие. И самое главное, сохранялась гарантия на весь объем сделанной работы. А вот, кстати, действительно, это же очень важный вопрос. Он почему-то как-то вот мимо стороной прошел, да, что если будет часть этого участка делать какая-то другая фирма, то мы же потеряем потом возможность обращаться по гарантийному ремонту. Мы про это и говорим. И вот сегодня, во вторник, КТК и Т-плюс должны представить график завершения работ. Они должны заключить договора с подрядчиками, теми подрядчиками, которые делали ремонты на этих улицах. А самое главное, мы уже не первый год требуем синхронизировать дорожные работы и работы по замене теплосетей, водопроводных сетей, чтобы не делать одну и ту же работу 10 раз. Ну вот смотрите, да, с КТК все понятно. Городская администрация, я не помню, прислужба правительства или администрации приводила эту цифру, что на 75% объектов работы не ведутся. То есть места раскопаны, но там ничего нет. Может быть и городские власти где-то недосмотрели, когда все раскапывалось, раскапывалось, раскапывалось. Вы знаете, на самом деле здесь недоработка городской администрации есть. На будущее может быть как-то это продумано. На будущее и нужно учесть те недостатки, которые вот сейчас выявились. А это критические недостатки. И такого допускать просто нельзя. Поэтому у нас и были поставлены вопросы не только руководству наших теплоснабжающих организаций, но и вопрос городской администрации. Вы согласовываете работы, вы готовите постановление городской администрации о начале и проведении работ. Вы должны следить за ходом и их работой. И за их завершением. Это ваша работа. Есть еще одна важная деталь. Она, наверное, для водителей больше заметна, чем для пешеходов, условно говоря. Но тем не менее, в городе почему-то, когда начинаются вот эти крупные раскопки, нет. Я практически не видела крупных таких вот аншлагов, как это делается, например, в Москве. Когда они вывешиваются не в момент начала работ, а за две, за три недели они появляются, что уважаемые водители... Вот такой аншлаг сейчас появился как раз на улице Казанской. Да. И они поставили даже знаки, предупрежающие за 400 метров, за 200 метров о том, что там ведутся работы или начнутся эти работы. Но, тем не менее, нам нужно синхронизировать эти работы не на несколько месяцев вперед, а на год, на два, чтобы отсюда планировать наши работы по ремонту дорожной сети, по прокладке ливневой канализации и так далее. Это очень серьезный вопрос. И это вопрос в организации работы. У КТК-то ведь уже планы какие-то есть, раз в концессии они все равно предполагают, где и на каких участках они будут работать. Действительно, все правильно. Еще у нас, так, я сейчас посмотрю, сколько у нас времени, у нас есть еще время до перерыва, поэтому я бы, конечно, начала вот эту большую тему. Все-таки мы уже немножко затронули ее, да, это стратегия развития до 2035 года, да, социально-экономического развития региона. В какой стадии сейчас вот ее рассмотрение все-таки находится, да, и насколько вообще сейчас реально просчитать все риски, учитывая, опять же, вот эту ситуацию с коронавирусом и непонятно, кстати, как она развиваться будет. Мы уже так затрагивали стратегию, затрагивали. Во-первых, стратегия – это программный документ. Это сложный документ, учитывающий участие области и в национальных проектах, учитывающий государственные программы развития области. И нужно сказать, что документ в конце прошлого года был в целом сверстан. Он был представлен на обсуждение, были получены критические замечания от общественности, от предпринимателей, от бизнес-сообщества. Многие замечания были учтены, но стратегическая цель этого документа – это сформировать образ будущего. То есть, какой мы хотим видеть Кировскую область к 2035 году, в какой области мы хотим жить, какая область нам нужна. И самое главное, как мы этого достигнем. Конечно, пандемия сейчас внесла свои коррективы. Перенесены цели национальных проектов на 2030 год. Они уточняются сейчас. Будет представлен план восстановления экономики. И, естественно, мы сейчас переработаем этот документ. И хотелось бы, чтобы в тот срок, когда мы ее опять представим, переработанную, мы получили конкретные замечания. Не просто какие-то абстрактные замечания, но и хотелось бы более активной работы от тех людей, которые находятся в рабочих группах по подготовке концепции. У нас там депутаты ЗАГС собрания, в том числе и от оппозиции есть. Представители бизнеса есть там? Представители бизнеса есть. И хотелось бы получить от них конкретное замечание. Я можно быстренько... И предложение. И предложение, да. Быстренько влезу с вопросом от слушателей. Откройте фудкорты в ТЦ и детские развлекательные центры, пожалуйста, Александр Анатольевич. Сейчас мы вернемся. Несколько сотен людей без работы. Вот смотрите, все меры по открытию экономики происходят в строгом соответствии с эпидемиологической обстановкой в Кировской области. Мы одна из немногих областей, которые достаточно лайтово, скажем так, прошли эпидемию. Мы не вводили очень жестких ограничений на передвижение, на работу, на ношение масок, перчаток и так далее. Это все благодаря тому, что наша система здравоохранения справлялась с той нагрузкой, которая легла на нее во время эпидемии. Но, исходя из этой эпидемиологической обстановки, в настоящее время пока нельзя открыть фудкорты, нельзя проводить массовые мероприятия и так далее, где большое скопление людей. Поэтому, как только эта ситуация нам позволит, сразу же мы откроем и фудкорты в торговых центрах, и будем проводить массовые мероприятия. Я думаю, что вот все идет к этому. И уже осталось немножко потерпеть. Я прошу прощения, я все-таки задам этот вопрос. Тут в телеграм-каналах просто обсуждается дата 20 сентября, когда-то, когда все закроют опять и заново. И будет жесткий карантин. Говорят, там у вас в недрах правительства уже все придумали. Это же, знаете, как какой-то знакомый, моего знакомого, работающий в какой-то администрации, точно знает, когда все закроют. Я не обладаю такой информации. Понятно. Перерыв сейчас. Перерыв стратегии закончили? Нет, у нас еще есть пять минут. Возможно, перейдем тогда к тому вопросу, который занимает последние, наверное, сколько, две недели у мы многих. Кирово-Чапецкая Олимпия. Ведется ли в итоге поиск инвестора? Недавно тут ребята, болельщики, высказали мнение, что, возможно, уже надо перестать мучить команду и сказать уже, что нет. В этом сезоне вы не участвуете или не знали в последующем. Вот больной на самом деле вопрос наших профессиональных команд Родины, Олимпии. По Олимпии, что могу сказать, в прошлом году команда поддерживалась, она играла. В этом году, к сожалению, в результате тех событий, которые произошли, немножко изменилась экономическая обстановка. И сейчас ведется, на самом деле ведется поиск людей, которые могли бы финансировать игры команды, ее выступления в молодежной хоккейной лиге. Мы на постоянной связи и с нашими заслуженными выходцами из Олимпии, и Владимиру Семеновичем Мышкиным, и Крикуновым, и другими хоккеистами, они тоже помогают нам в этом вопросе. А большой лист умереть? Мы сейчас проведем аудит команды за прошлый год, посмотрим, как расходовались средства, что происходило, и будем разговаривать с представителями Кирово-Чапецкого бизнеса. Те, кто поможет, может помочь команде, это все-таки Кирово-Чапецкая команда, и это команда, представляющая славу Кирово-Чапецкого, спортивную славу Кирово-Чапецкого. Поэтому я думаю, что в Кирово-Чапецке достаточно серьезного бизнеса, который смог бы осилить 25 миллионов рублей в год для помощи команде Олимпия для выступления в молодежной хоккейной лиге. То есть речь идет всего о 25 миллионах? Да, речь идет всего о 25 миллионах рублей. То есть это не 200 и не 300 миллионов. Тогда каковы шансы к этому сезону их найти? Или стоит действительно закрыть этот вопрос? И к следующему году уже, я не знаю, основательно взяться за поиски инвестора? Но если бизнес ответит нет, значит нет. Но бюджет на себя не сможет сейчас взять, к сожалению, такую нагрузку. Бюджет сейчас, к сожалению, не может. Здесь слишком много других пунктов расходных. Итак, если уж мы говорим, да, про профессионализацию. Мы ведь это, на самом деле, 25 миллионов, это именно составляющая часть бизнеса. Бюджет и так содержит и Ледовый дворец, помогает команде во всем, предоставляет время для тренировок по льготным ценам или бесплатно вообще. Поэтому здесь вопрос-то, готов ли бизнес поддержать свою команду? У Родины таких проблем нет? У Родины проблем нет. А теперь к хорошим новостям, да? Теперь к хорошим новостям. Давайте мы сейчас идем на перерыв. После перерыва вернемся. У нас будет 15 минут на подведение вот таких итогов по сегодняшнему эфиру. Продолжаем дневной разворот. Александр Чурин, председатель правительства Кировской области, у нас в гостях. Еще один вопрос, который вызвал просто шквал, не знаю, негодование, возмущение в социальных сетях. Ремонт резиденции правительства на Черном озере. Что за история, какие деньги уже, я так понимаю, что-то уже потрачено на ПСД, вот эти вот рендеры, которые в сети появились. Пока, насколько я понимаю, просто выложена заявка сейчас на портале Гозакупок, она в июне, по-моему, где-то в конце июня появилась там, на подготовку, на поиск подрядчика по подготовке документации как раз, нет? Да. Выделено 5 миллионов рублей, это максимальная цена контракта, на подготовку проектно-сменной документации по реконструкции комплекса зданий правительства Кировской области на так называемом Черном озере. На Черном озере. Что предполагается там создать? Во-первых, это современный конференц-зал. У нас, к сожалению, в области нет подходящего места для проведения серьезных совещаний федерального уровня, окружного уровня, для проведения различных научно-практических конференций и так далее, где бы вмещалось порядка 250-300 человек, где современное уже аудио-видео оборудование и где можно провести на высоком уровне вот такие совещания. Дальше. Там будет построено ряд домиков гостиничного типа для размещения, в том числе и делегаций, которые приезжают к нам из других регионов. Ничего сверхъестественного. Насколько шикарными будут эти домики? Я думаю, они будут очень шикарными, эти домики, да. Это будут обычные дома из клееного бруса. Мы хотим построить дома из нашего природного материала, чтобы это была отличительная черта нашего места. А я правильно понимаю, это для того, чтобы те люди, которые к нам приезжают и там останавливаются, могли посмотреть, что мы можем делать из дерева и потом как-то там... Конечно, конечно. Это развитие деревянного домостроения и так далее. Вот. А ничего сверхъестественного там не планируется. Это нормальная история для развития, опять же, возможностей правительства области для проведения совещаний, для того, чтобы мы могли нормально принять гостей на хорошем уровне. Ну вот совещание, кстати, за чертой города Кирова и центр города Кирова, это может быть даже и хорошая история. Это не будет город, условно говоря, там, да, движение городское не будет страдать. Мы заехали на закрытую территорию, разместили гостей. У нас там большой номерной фонд, по большому счету, тот, кто сейчас существует. Поэтому это все укладывается вот... А тот номерной фонд, который сейчас, он тоже будет реконструироваться каким-то образом? Он, в принципе, в хорошем состоянии находится, да. Были жалобы как раз, что он в не очень хорошем состоянии. Ну, надо его привести уже в современное состояние. Но, в принципе, он на сегодняшний день используется, эксплуатируется и находится в неплохом. Ну, вот по поводу этих гостевых домиков, да, люди интересовались, спрашивали, а, собственно, почему нельзя эти делегации размещать в гостиницах города и таким образом еще развивать кировский там гостиничный бизнес? Приезжают ведь разные делегации. Мы говорим о руководителях тех, кто... ну, о руководителях федеральных органов власти, о руководителях других субъектов Российской Федерации, которые приезжают к нам для проведения совещаний и так далее. Мы об этом говорим. И здесь обычный дом на 6-8 человек для размещения делегации, он ничего такого не несет в себе экстраординарного. Притом, развитие, реконструкция комплекса зданий намечена на несколько лет. То есть, там, 20-23 годы. То есть, мы будем это делать до 24-го года? Да, до 24-го года постепенно из дополнительных доходов бюджета, если они у нас появятся. А если не появятся? А если не появятся, значит, делать не будем. Так, и еще тогда, возвращаясь все-таки вот уже к объявленному конкурсу на поиск подрядчика, он уже определен, подрядчик конкурс уже завершен? Нет, конкурс еще не завершен. Заявки еще принимаются? Заявки принимаются. По-моему, сегодня, кстати, последний день заявок. Заявки принимаются. Как только конкурс будет завершен, будет разработана проектно-смертная документация. И мы будем уже смотреть по этапам, что будем делать в первую очередь, в вторую и так далее. Еще вопросы от слушателей. Вот беспокоятся о системе общественного транспорта. Вот якобы крупные перевозчики КПАТ и АТП на грани банкротства. Нет. Еще высказывают мнение, что концепция единого перевозчика в свете всех событий, которые там произошли, с тем, что общественный транспорт во время пандемии стоял, что вся эта история, она ошибочна с единым перевозчиком. В чем ошибка? Как связана ошибка с единым перевозчиком? Вопрос и не поясняю. Непонятно. Ситуация следующая. КПАТ и АТП находятся в удовлетворительном финансовом положении. В правительственной области была оказана поддержка автотранспортным предприятиям всем. Не только КПАТу и АТП. В период пандемии мы выделяли средства. А концепция единого транспортного перевозчика, она жива. Она сейчас уже находится в завершающей стадии оформления. Мы провели переговоры и с производителями автобусов. Мы провели переговоры с финансовыми институтами. Те, кто будут финансировать программу лизинга, программу приобретения этих автобусов лизинг. Мы четко понимаем количество машин, которые необходимо купить. Мы понимаем те инфраструктурные моменты обеспечения деятельности этих автобусов. Так как у нас основная масса, то, что город Киров, это будет газомоторное топливо. Нам необходимо будет строить газомоторные заправки. Поэтому, в принципе, мы уже находимся в высокой степени готовности. В 2021 году можно ожидать появления? Да. Еще один вопрос. Его, кстати, по-моему, Роман Титов тоже озвучивал по поводу отчета правительства. Касается газификации. Слушатели, он звучит немного по-другому. У Романа Альбертовича звучало так, что газификация, она не только в этих крупных объектах, магистральных трубах, в конечном потребителе о том, что очень забюрократизированы все эти процедуры и очень дорого стоит подключение. Вот вроде бы есть газ номинально провели, а фактически потребитель его получить не может. Действительно, есть эта большая проблема для подключения газа домохозяйств и предпринимателей, много-много кого. Мы этот вопрос обсуждали на совещании месяц назад с руководством Газпрома. И как раз губернатор этот вопрос ставил перед Газпромом очень серьезно. Что вот те бюрократические, скажем так, препоны, они очень усложняют подключение к газу, удорожают вот эту саму систему подключения. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вопросы эти будут как-то решаться, сдвинуться с мертвой точки. Тем не менее, вот по газификации нужно четко понимать, что всю область нам не газифицировать, да и нецелесообразно ее газифицировать. Поэтому нужно сосредоточиться на тех районах, где газификация возможна и даст эффект, хороший эффект. Вот мы сейчас зашли в Кирово-Чапецк, в Котельничь, в Котельничь зашли. И сейчас Котельничь будет газифицироваться. Дальше мы пойдем на южные районы области. И сейчас идет речь-то о том, чтобы со стороны Мариэл начать газификацию Яранского района с выходом туда, опять же, на Котельничь, на Тужу и так далее. Для того, чтобы обеспечить развитие как раз наших сельхозяйственных районов области. Спрашивают еще, что с новым водоводом Киров-Кумены? Сейчас идет ревизия этого водовода, завершается разработка проектно-сметной документации. Там вносятся изменения в эту проектно-сметную документацию. Я думаю, что водовод будет построен. Кстати, мы и с руководством «Уралхима» разговаривали о том, что они готовы подключиться к вопросу строительства водовода Кумены Киров. Как резервного для снабжения питьевой водой города Кирова. В плане финансирования, в плане поддержки этого проекта. Вот Кельмесь когда-нибудь будут газифицировать, спрашиваю слушатель. Да, мы говорим о том, чтобы подключиться к сетям в Удмуртской республике, для того, чтобы оттуда зайти на Кельмесь и чтобы газ туда пришел. Это будет быстрее и выгоднее. Интернет и сотовая связь. Не каждый населенный пункт оснащен, как в этом направлении будут вести действия и будут ли вообще. Забота ли это правительство или исключительно операторов? Вы знаете, это забота в том числе и правительства в области. Потому что наличие устойчивой сотовой связи и высокоскоростного интернета – это одно из условий развития в том числе сельских территорий, удаленных территорий, чтобы область не пустела. Поэтому мы сейчас ведем работу и с нашими сотовыми операторами по развитию покрытия сотовой связью отдаленных уголков нашей области. И я думаю, что в ближайшее время эта работа активизируется и будет более динамично развиваться, продолжаться. Кстати, интересная история с коронакризисом и с дистанционным обучением. Ощущение такое, что немножко даже вот эти все работы он подтолкнул, потому что мы наглядно увидели отсутствие интернета и не позволяет детям в школу даже так хотя бы как-то ходить и получать какие-то знания, задания и прочее. Вот по Вятскому Гектару уже вопросы подоспели. Это бесплатно будет, люди, видимо, уже готовы вступить. У нас в областной собственности 350 тысяч гектаров земли. То есть это вот резерв? Это тот резерв, который у нас есть в областной собственности, который мы можем пустить на эти цели. Будут ли эти участки доступны? То есть это участки где-то вблизи населенных пунктов? Или пока еще непонятно, пока оценка еще производится? Производится оценка, но самое главное, чтобы это были доступны участки. Чтобы добраться туда можно было. Да, во-первых, они должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, электричеством, дорогами, коммуникацией. Там должно быть жилье. Это очень интересная программа, на которой мы сейчас работаем. Слушатель не сдается. Не будут ли это очередные неработающие ТАСР? Нет, к ТАСР никакого отношения не имеют. Но тут я так понимаю, что этот вопрос заключается как раз в том, что... ТАСР – это ведь форма определенной государственной поддержки развития бизнеса. И нельзя сказать, что они не работают. Они развиваются в Вятских полянах и так далее, в Белой Холоннице сейчас. Мы работаем над зоной ТАСР в Кирово-Чапецке. Поэтому, понимаете, мы просто предоставляем условия для бизнеса. А бизнес уже использовать условия может там развиваться на абсолютно законных, льготных условиях. Если у тебя вопросов больше нет... У меня вопросов от слушателей нет. То есть ты все задала, что я видела тоже. Так что я думаю, что мы будем потихонечку завершаться. История та, которая озвучена на перспективу с Вятским гектаром, безусловно, в нашем эфире развитие получит. Мы обязательно пригласим, когда будут подробности. Ну и все остальные вещи, связанные с Олимпией, с тем же Черным озером, тоже будем следить. Спасибо большое Александру Чурину, председателю правительства Кировской области. Программа «Дневной разворот» на этом завершается. Мы с Дарьей прощаемся. Вопросы, если они у вас еще есть, пожалуйста, пишите в наши каналы. Мы постараемся передать их, если вопросы поступят уже после. Да, мы обязательно ответим на все вопросы. Оставляйте контакты свои. 909-720-101-0. Спасибо «Дневной разворот». Найдем всех и ответим на все вопросы. Понятно. Спасибо. Спасибо. До свидания.